Девчонки, всем большой привет! Это ночной влог. Впервые я снимаю в такое позднее время, сейчас уже, наверное, 2 часа ночи, наверное, даже больше. Дело в том, что Алиса, она заснула сегодня в 11, обычно она засыпает 12 часов в час, где-то так. А сегодня она заснула где-то пол 11, и я успела заснять 2 видео, даже смонтировать их. И сейчас думаю заснять еще одно видео, просто хочу сделать перерыв, немножко с вами пообщаться, рассказать о новостях. Недавно тоже созванивалась с мужем, спрашивала, как у него дела, он мне периодически отправляет фотки в ВКонтакте, вскрытый альбом. Живет он, кстати, в этой самой нашей квартире без ремонта, на раскладушке, готовит себе еду на печке. И хорошо, что печка хоть есть, в столовке питается, там недалеко, говорит, есть, скучает. Поэтому я ему тоже там снимаю видео с детками, выкладываю, и он также смотрит видео мои, влоги. Вот, и я думаю, что на это видео тоже обязательно будет смотреть, так что люблю тебя. В общем, ремонт наш продвигается потихоньку. Конечно, сейчас первые недели, вот три недели он уже, понедельник будет три недели. В основном такие организационные, ему нужно было ослучаться за справками. Кстати, об этом я тоже попозже вам расскажу. Так как он прописан в КЧР, в Зеленчуке, он туда должен был поехать собрать справки, туда отлучался, потом тоже материал покупал, там, да, подготовительный. Мы объединили туалет с ванной. Те, кто будет сейчас писать, что мы пожалеем, ребят, 99% я уверена, что мы не пожалеем, потому что мы 7 лет прожили. Мы были такой большой семьей здесь в Махачкале, все ходили в один туалет первые три года, потом мама себе с папой пристроили, мы себе пристроили комнату с туалетом в ванной. За все это время были, ну, единичные случаи, когда там кто-то купался и кому-то приспичило. Я вообще не вижу в этом проблемы, зато меня очень угнетают вот эти туалеты-лифты, когда ты сидишь и коленками упираешься, и вообще как-то там тоскливо и одиноко, и вообще клаустрофобия развивается в таких туалетах. Также у нас там маленькая достаточно ванная комната, и нам нужно было расширить пространство, у нас не вставала там стиралка на кухне, не вариант вообще, потому что на кухне у нас будет диван и телевизор, и совершенно небольшая территория, где будет сама кухня. Поэтому стиралка там, ну, никак, вообще никак не встает, и я считаю, что ее место все-таки в ванной, и мне бы хотелось, чтобы она была именно в ванной, потому что тащить грязное белье на кухню всякий раз, мне не очень тоже нравится эта идея. Муж там будет делать столешницу и встраивать туда раковину, раковину, унитаз, ванну мы уже купили, кафель мы еще не выбрали, тоже немножко не укладываемся в бюджет, думали, что будет дешевле кафель. Ну, на деле сейчас все подорожало, придется брать где-то 600 рублей квадратный метр, плюс без всяких фрезов, без всяких декоров, потому что это тоже дополнительная N-ная такая, достаточно большая сумма. Но, так как мы объединили туалет с ванной, мы экономим на двери и экономим тоже на плитке, да, естественно. И плюс, когда муж ездил за ключами, то есть ключи получал, он так на глаз сказал, что, ну, вроде бы как ровно все. А на деле, когда он начал правила ставить, то придется перетягивать полы нам, потому что, так как мы ставим бюджетный ламинат, он говорит, он вообще быстро испортится, если полы еще будут неровные. Поэтому вот такие вот дополнительные работы тоже предстоят. И так он уже провел интернет туда, по-моему, какие-то там выводы Wi-Fi тоже сделал, расчерчил, где у нас будут розетки, потому что это очень-очень важно заранее продумать, где будут розетки, где будет телевизор, где там, да, провода мы обсуждали с мужем, где у нас микроволновка будет стоять, где там мне нужны розетки, где у меня будет туалетный столик, где компьютер. И это вот желательно, да, на первом этапе все обсуждать, решать, потому что вот эти потом переноски по всей квартире, это, конечно, очень некрасиво. Так что сейчас предстоит ванную комнату сделать, проводку и гипсокартонные конструкции, мы будем держать вас тоже в курсе. Насчет документов, это вообще такой дурдом. Девчонки, я писала об этом в Инстаграм, я буду получать пособие со своей работы, я официально устроена в госучреждении, и то есть нам дали перечень справок, и муж с этим перечнем тоже поехал туда, и там была такая справка, что у него нет трудовой, так как он официально нигде не работал, вообще никогда не был устроен именно официальным. Ему нужно брать с налоговой, что у него нет ИП с биржи, с обеса, да, что он там не получал никаких выплат. Вот он это все взял, и там есть, значит, такая справка, что нет трудовой книжки, что он не работает, заверенная двумя соседями с паспортными их данными. Это вообще полный бред, потому что я смотрела перечни всевозможные, установленные федеральным законом документов, да, которые подаются на детское пособие. Там нет такой вообще справки, тем более, заверенные соседями, это вообще бред, потому что в наше время никто свои паспортные данные оставлять не будет. По телеку постоянно трендят о том, что не оставлять свои паспортные данные, на вас могут оформить кредиты и так далее и тому подобное. У меня с папой сейчас случилась такая проблема, что ему приходит приглашение в прокуратуру или в налоговую, по-моему, в налоговую, повестки в налоговую. И он говорит, не пойму, что такое, пришел, и они говорят, вот вы там на Урале, где-то за Уралом устроились работать и не платили налоги. Он говорит, я там вообще не был. И они показывают, что он там якобы 3D устроен. То есть кто-то взял его паспортные данные и реально устроил его на работу там и не платил налоги. Или там открыл ИП, что ли, или что-то в этом духе на его паспортные данные. Прикиньте, да, и мой папа еще в шоке. В общем, у него взяли показания, все написали, что он там никогда не был, вообще все это время был здесь. И что самое интересное, что он там якобы принят в день, когда он уволился здесь с работы. То есть когда, видимо, когда его увольняли, был какой-то человек на папиной работе, который слил вот его данные. Потому что, ну, вряд ли это такое совпадение, да, что в этот день, когда он уволился, в этот же день его приняли где-то там за Уралом на какую-то работу. Так что, конечно же, никто не будет давать свои паспортные данные. Тем более мой муж там не живет с 19 лет, не настаивают на этой справке. И вот сейчас муж отправит вот эти документы, которые он собрал. И если они не примут, то я скажу, чтобы они писали письменный отказ. И буду куда-то жаловаться, не знаю, искать пути какие-то. Немножко отошла я от темы, хотела рассказать прикол. Мой муж уже познакомился там практически со всеми соседями на лестничной площадке. И даже с некоторыми выше, по-моему, или ниже, я уже забыла, пообщался. И на нашей лестничной площадке женщина одна. Есть соседка, с которой нам, по-видимому, не повезло. Потому что муж мой, знаете, он вообще такой чистоплотный человек. Он терпеть не может, когда кто-то мусорит на улице. Сам никогда не мусорит и не любит, когда другие мусорят. И вообще даже когда мы с ним поженились, он меня больше привычал к порядку. То есть обычные мужчины там разбрасывают вещи. А у меня было больше таких привычек, там, когда раздеваешься ночью, кинуть, да, там, вещи свои на стул. А муж мой нет, он все на вешавочке вешал. Там я их складывала вот так вот стопочками в свои там футболочки в шкаф. Вот так что он меня привычал, наоборот, к такому порядку все развешивать. Так вот, муж увидел, как эта женщина выставляет мусор за дверь в общую, ну, в лестничную площадку. И он ей сделал такое замечание в мягкой форме, из разряда, давайте, может быть, договоримся вот так вот мусора не оставлять. Потому что это же запахи, все-таки новый дом, хочется уюта, чтобы красота была, чтобы нигде ничего не воняло. А мусор, он воняет. Ну, мол, давайте вот договоримся его выбрасывать и не оставлять здесь. На что, ну, женщина дала ему понять, что типа, что ты лезешь вообще, что хочу, то и делаю. Что ты мне тут указываешь. И когда мой муж сказал, я же вас по-доброму попросил, как бы мы же соседи, соседи же мирно должны как-то пытаться жить. Она ответила ему, что кто сказал, что соседи должны жить мирно. Ну, в общем, давая понять, что что хочу, то и буду делать, и мне никто не смеет указывать. И вот Леша мне это рассказывал несколько дней назад, а сегодня звонит и говорит, да, вот как раз прохожу. И говорит, опять она выставила мусор. И мы на эту тему немножко пообщались. И из разряда, что делать, да. И он говорит, ну, вот как типа с такими людьми, вот что мне, и позвонить, и этот пакет ей закинуть в ее квартиру или что. И знаете, что я первая ему посоветовала? Я ему сказала, что возьми, порежь этот пакет. И пусть этот весь мусор высыпется, и она потом ходит и собирает его. А потом я сказала, что нет, это я пошутила, потому что так дело не пойдет. И я считаю, что нельзя отвечать злом на зло, даже когда очень хочется иногда. Потому что зло порождает только зло. Его нужно побеждать добром. И я мужу говорю, ну, знаешь, у меня есть тебе такое предложение, давай ты постучишь к ней и скажешь, ну, вот если вам так трудно выбрасывать мусор, давайте я за вас выброшу его. Может, говорю, ей будет стыдно. Может быть, через добро как-то совесть, говорю, в ней заговорит, и она не будет такой вот колючей. И вот мы на эту тему разговаривали с Лешей. И он говорит, а как понять, где грань между лохом и добром? Типа, как вообще не быть лохом? Может быть, я вот ей сейчас буду мусор выбрасывать, да, чтобы она там что-то поняла. А она скажет, ой, класс, типа, есть тот один лох, который мне мусор выбрасывает. Я говорю, ну, она может думать как хочет, главное, что ты в своем сердце будешь знать, что ты прав. Ну, в общем, это такая достаточно философская тема. Обязательно напишите мне, как вы думаете, девчонки, вот как нужно разрешать такие ситуации. Нужно ли вступать в конфликты, да, там что-то пытаться доказать человеку. Я раньше очень любила все эти конфликты, все эти разборки. Мне даже это как-то забавляло, да, заводило, хотелось бы сказать. Забавляло меня это. Сейчас я понимаю, что это неправильная политика, потому что мы должны нести добро. А зла и так хватает полного круга. В общем, вот так вот я хотела немножко с вами поделиться новостями. Надеюсь, вам было интересно со мной провести немножко времени. Так, детки, смотрю, крепко спят, поэтому я сейчас бегу снимать видео про Алису. Всем спасибо и пока! Субтитры сделал DimaTorzok